Мы уже знаем, что при движении провода поперёк магнитного поля на его концах наводится ЭДС индукции. Сделаем такой опыт. Закрепим на подставке цилиндрический неодимовый магнит и возьмём катушку, на которую намотано 3200 витков медного провода. На выводах катушки установлены два светодиода, пропускающие ток в двух противоположных направлениях. И смотрите, один из них загорается при быстром приближении катушки к магниту, а другой при удалении катушки от магнита, когда ЭДС индукции меняет своё направление. Однако может показаться, что мы вводим катушку не поперёк магнитного поля, а вдоль него. Как же здесь возникает ЭДС индукции? Построим силовые линии магнитного поля цилиндрического магнита в программе Безимак. При удалении от полюсов магнита поле слабеет, и силовые линии расходятся. Поэтому у вектора магнитного поля не на оси магнита имеется не только продольная, но и радиальная составляющая. И когда проводящее кольцо движется вдоль оси магнита, его скорость направлена поперёк этой радиальной составляющей. В результате такого движения на свободные заряды внутри кольца действует сила Лоренца, которая гонит их по кругу вдоль кольца и создаёт в витке ЭДС индукции. Мы двигали катушку относительно неподвижного магнита, но ведь можно сделать и наоборот — оставить катушку неподвижной и двигать магнит относительно катушки. И эффект, очевидным образом, будет тем же самым. Но теперь проводник не двигается, и сила Лоренца на свободные заряды в проводнике уже не действует. Каким же образом ЭДС индукции возникает в этом случае? На этой схеме цилиндрический магнит движется вверх, а электрические заряды в неподвижных витках гонятся по кругу некоторой силой. Но сила, действующая на неподвижный заряд, свидетельствует о том, что этот заряд находится во внешнем электрическом поле. Поэтому мы вынуждены сделать вывод, который вначале может показаться обескураживающим. При движении магнита в пространстве вокруг него возникает вихревое электрическое поле. В результате всех наших рассуждений получается, что с точки зрения наблюдателя, сидящего на магните, кольцо движется ему навстречу, и ЭДС индукции в кольце возникает под действием силы Лоренца. А наблюдатель, сидящий на кольце, никакой силы Лоренца не обнаруживает, и с его точки зрения ЭДС в кольце наводится вихревым электрическим полем, возникающим вокруг движущегося магнита. Как же совместить эти два описания? Свои соображения об этом пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе.